Как я понял, что ваш педагог замечательный уже дал такую базу, которая уже выстрелила дальше практически не без всяких изменений. Вы приехали в Германию. То есть он, получается, поддерживал традиции Табакова, вот этой старой русской школы, которая основана на Бранте. Ну, понятно, что она из Германии вроде как пришла тоже в свое время. Но сам факт, что она уже была все равно как-то переосмысленна. Вот этот железный занавес, там что-то происходило у нас. И получается, что вот эта старая русская. А по вашим ощущениям, на чем она основывалась в основном? Вот это дыхание или четкая работа аппарата? Абсолютно точно. Я могу только добавить, что именно почему сейчас говорится о переосмыслении. Потому что мы постоянно играем новые произведения в добавку к тем, которые уже игрались раньше. То есть сегодняшнему трубачу, скажем так, в разы сложнее. Почему? Потому что ему нужно представлять уже не одну трубу, а там пять разных инструментов по разным направлениям. В том числе нужно, я еще не говорю о том, что иногда нужно играть в том числе какие-то джазовые игры или, скажем, какую-то, скажем, легкую музыку, но она совсем не легкая в исполнении. Поэтому, скажем, да, безусловно, начиная с немецкой школы, которая пришла в Россию и потом через Табакова и ряд замечательных педагогов после него. Орвида, например, очень многое переосмыслилось, дополнилось. С Шостаковича, с ифониями, конечно, пришло абсолютно новое понимание. Но нужно сказать, что в добавок к этому, то есть параллельно мы постоянно анализировали все с приходом новых инструментов. Я очень часто на эту тему с моим педагогом разговаривал, он говорит, что раньше была только одна труба, и хочешь не хочешь, ты должен выкручиваться, уметь играть на одной трубе разным пунктом. Что, в принципе, он меня, собственно говоря, этому и воспитывал. Намного легче взять и на всем готовом, как говорится, уже заниматься. Сейчас, конечно, можно поспорить над этим. Почему? Потому что сейчас очень много музыки. Вдобавок, моментально, сейчас на конкурс современный оркестр нужно играть уже не на одной трубе. И это абсолютно уже закономерно в любой стране мира, где есть большие симфонические оркестры и традиции. И тут уже нет физически и времени, и как-то сил выжимать из одной трубы все, что хочешь. Вот элементарно, как сыграть на большой трубе, например, на Си-бемольной, большое пикольное соло болеро. То есть раньше требовалось это. Ну, как-то там ребята выкручивались и брали какие-то мелкие штуки. Но сейчас это уже не нужно. То есть нужно просто искать себе какую-то хорошую пиколку. Ну, да. Я понимаю, о чем вы. То есть сейчас гибкость больше ценится. И насколько ты можешь владеешь вот этими различными тембрами, инструментами. Потому что понятно, что есть таланты, которые могут играть на большой трубе все. Вплоть до, наверное, там, брендербургских концертов. Ну, как это звучит, другое дело, что как это на выходе происходит. Именно стиль, стиль про то, что говорили джаз, легкая музыка и где-то флюгель-горн, где-то что-то. Конечно, музыкальная эстетика, понятие звуки. Я уже не говорю о том, одно дело, ты можешь экспериментировать и сидеть дома, играть разные вещи на той или иной трубе. Но все-таки мы же живем в социуме. То есть ты, как коллега, можешь со своими коллегами рядом сидеть. И там уже, скажем так, непозволительно так сильно экспериментировать. Потому что все-таки это же живой коллектив. И время тоже, как говорится, это лимит. То есть нужно уже приходить и готовым играть, да? Да, понятно. А подскажите, пожалуйста, вы много занимались, я так понимаю, по молодости. Были какие-то переломные моменты, может быть, срывы такие, что потом вам приходилось восстанавливаться? Что-то такое, что как-то повлияло? Дело в том, что я очень рано начал играть достаточно тяжелые вещи. То есть, скажем, во второй год моего обыкновения, мне просто, скажем так, небольшой пример. Это вот типично для нашей именно Минской школы. Волков Николай Михайлович принес мне просто ноты жилевая концертина. И сказал, что на следующий день ты должен это играть наизусть. А у нас нет такого понятия, что ты хочешь или не хочешь, ты просто берешь и делаешь. Чего я раньше не реализовывал, что это, в принципе, далеко не все делают. Я просто как бы уходил со своим домашним заданием и занимался. Вот. И приносил мне очень много вещей наизусть. То есть, кстати, это очень сильно помогает тоже в музыкальном мышлении. Я очень много для себя полезного из этого вынес, именно игры наизусть. Это не обязательно, что ты должен играть на концерте без нот. Но ты, зная уже, что происходит не только у тебя в парте, а вообще во всем оркестре или там у фортепиано, намного свободнее как бы излагаешь свой текст и историю рассказываешь. И вот такие вот вещи у нас были сплошь и ряд. Поэтому я, в принципе, не сильно задумывался над этим, потому что у меня просто другие задачи стояли. Ну, собственно говоря, конечно, я занимался не только концертами или какими-то сольными вещами. Мы постоянно занимались в классе этюдами, такими как Ворм, Битч этюды. Очень хорошие. Ну, и Брандтон. Все-все-все, что мы, в принципе, знаем. Ну, и репертуарные вещи. Дизенкло, например. Концерт там, я не знаю, Тамази, там Кайтнгумель, Аратюнян, Гейдекетт, Беме. То есть, и, конечно же, много сонатов разных. Современной музыки очень много. Да. Да. Интересно, интересно. Я послушал много ваших видеозаписей в Ютубе и был очень впечатлен. Скажу, легкость вашей игры потрясает. Вот. В чем секрет? Такой яркий верхний регистр. Ну, прям свобода такая, свобода, скажем, игры. Как будто это не музыкальный инструмент. Понятно, что... Я думаю, что, в принципе, нет секретов. Я всегда исходил из того, что, собственно говоря, мне педагог давал на уроке. Он мне говорил очень простые вещи, что, в принципе, то звучание на трубе нужно как бы мысленно переносить, как бы ты это продекламировал, то есть своим голосом. И максимально свободно это делать, без зажима, без какого-то давления. И при этом он говорит, что он не только мне, но и другим ученикам многое не подсказывал специально, потому что он хотел, чтобы ребята сами как бы додумались, как лучше, скажем, тот или иной пассаж им удобнее играть. Именно физически, и, конечно, при этом абсолютно не меняя ничего с постановкой, то есть мундштук мы абсолютно не трогаем. То есть здесь именно рассматривать человека с точки зрения физики, то есть все, всего человека, да, все тело. И вот как человек стоит, насколько у него, скажем, опора идет на какую ногу, на обе ноги или вообще у него, скажем, загнута спина назад, что не есть хорошо, скажем так. И вот эти вещи очень важны и по сей день, собственно говоря, на это обращаю внимание не только у себя, но и, в принципе, когда, если меня кто-то спрашивает, то есть я за этим очень сильно слежу. И я понимаю, почему это так важно, потому что без вот этого базиса мы никуда дальше не сможем уехать. То есть вот это главное, да. — Классно. Хочу передать большое спасибо Игорю Галинске, который, в общем, познакомил вас, Андрей, и меня, вот и сказал эту идею замечательную. Он классный волторнист, мы с ним немало времени провели в оркестре, он к нам приезжает. И поэтому спасибо большое. Серьезно, это очень интересно. — Спасибо ему тоже, Ян, конечно. Да, безусловно, мы с Игорем очень много играли в свое время и какие-то курсы в одном классе, скажем так, за одной партой посещали, да, и сидели за одной партой. Вот, замечательный волторнистый, абсолютно замечательный человек. Большое спасибо. Привет. — Совершенно согласен. Вот. А вот вы уехали в Германию. Практически вам ничего не поменяли, профессор был супер. Сколько лет это было обучение у вас? Я уехал на третьем курсе консерватории. То есть у меня просто была возможность, я ее использовал. Почему? Потому что я давно хотел ознакомиться не только именно с русским репертуаром или русской школой игры, в том числе и оркестровым репертуаром. Но я хотел именно познакомиться с европейской школой, с французской в частности и с немецкой. Для меня это было очень важно. Почему? Потому что, если мы говорим, например, а почему не американской школой? Американская это и есть французская, потому что ведущие трубачи вначале, они были либо французами, очень известны в тот момент русский дирижер Кусевицкий, который возглавил босновский симфонический оркестр. Он пригласил своего очень хорошего друга из Парижа, солиста оперы парижской Жорж Мажа, и он стал главным трубачом. И уже от него очень много пошло, уже сейчас много времени прошло, поколение трубачей замечательных. У него в том числе и Бат Херсет занимался в босновской консерватории. То есть потом в Оазан, точно так же, это французская школа, это уже поколение Марис Андре. Это все замечательные просто люди, которые в свое время все закончили Парижскую консерваторию. То есть вот это именно школа, связанная с артикуляцией, с легкостью звучания. Но не забываем при том, что они в свое время на очень узкомензурных трубах играют, особенно что касается раструба. То есть я сам, мне выпал такой шанс позаниматься, поиграть на трубах тех времен. Я теперь понимаю, почему такие вещи, как, скажем, Ружи Дель Мот и Марис Андре, которые были одним из первых исполнителей концертов Желеве, первого и второго, почему у них было звучание именно на пластинке такое, достаточно, скажем, легкое. Потому что труба намного, скажем, легче воспроизводит те или иные отрывки именно из этих концертов. Ну, как говорится, век живи, век учись. То есть очень интересно именно самому ощутить физически. И если есть у вас возможность, всегда пробуйте, потому что это очень, скажем так, приводит вас к новым интересным мыслям, к анализу. Потому что так ты можешь понять, откуда вообще ты происходишь, откуда идут корни. Вот, очень интересно, да. Да, совершенно согласен с вами. Вот у меня точно такие же ощущения от старых тромбонов, вот, которые были романтические. Я не знаю, какие я пробовал на старой фабрике, тромбон Круспе. Ну, это, скажем, немецкий, но все равно это было тех времен. И я понял, насколько легко можно играть того же Тамази, того же, то же самое Болеро. Совершенно другой звук, другая подача. И я понимаю, что вот эта французская школа, и вот эта вся музыка французская тех времен написана под эти инструменты, что он, как вы говорите, приближен максимально к натуральному голосу, скажем так. А современные инструменты, это уже такая мощь, каждая нота такая должна быть. А там ценилось вот это вот. Вот здесь нужно знать просто всю подоплеку. Очень часто я, когда беседую с молодыми трубачами, очень многие люди не понимают, почему так сильно изменился именно звук трубы, почему они слушают, скажем, старые записи. И это вразрез просто с тем, что они видят сейчас, что, например, продается в магазинах, какие инструменты. Очень просто. Дело в том, что не только музыка изменилась, изменилась, во-первых, театральный подход изменился. Все стало намного больше. И, соответственно, проектировка концертных залов стала совсем другой. То есть, если раньше, во времена Гайдена, зал на 250 мест, это был огромный зал, то сейчас 250 мест, это никого уже не впечатляет. Вот поэтому, соответственно, когда сидишь на 2-3, а то даже и больше, там, на 5 тысяч мест, тебе, конечно, произведения, которые были уже написаны в 20 веке, особенно во второй половине 20 века, здесь нужно думать о том, как наполнять звук именно в этом зале, сидя на сцене именно этого зала. Очень часто это хорошо ощущается, когда ты на гастролях в каком-то турне, где ты меняешь залы просто каждый день. И бывают иногда современные площадки, бывают старинные, известные какие-то залы, да, и акустика постоянно разная. Иногда ты слышишь скрипки на фортиссимо, иногда ты их вообще не слышишь. То есть постоянно должен идти анализ, постоянно баланс. А вы уехали учиться в Германию, и там уже были традиции, что надо обязательно учиться на немецком инструменте, с которого вы, грубо говоря, начинали. Дело в том, что я учился одновременно на двух факультетах. Я играл как солист и как актеровый клубач. И очень сильно советовал мне дальше, так сказать, продолжать то, что я и делал. Я начал выигрывать свои конкурсы в возрасте 13 лет. То есть мой первый конкурс был республиканский в категории во взрослые. То есть меня допустили туда, но я был единственный. Там ребята были от 18 и, я не помню, до 29, по-моему, или сколько. Вот я взял первую премию тогда, и мне педагог сказал, что тебе нужно дальше развивать свой репертуар, играть в другие конкурсы, что я, собственно говоря, и делал. А когда я приехал в Германию, Райанольд Фридрих мне просто сказал, что мне нужно это просто продолжать и нарабатывать, опять-таки, тот репертуар, который я еще не играл или там собирался играть. То есть это конкурсы, которые связаны были либо с барочными какими-то произведениями, либо, конечно, классика, абсолютно точно, но и очень много современных произведений. Последний конкурс, который я играл, это был в Вайнховене, это в Голландии. Этот конкурс поставил просто масштаб абсолютно непревзойденный, потому что там требуется абсолютно знание современных произведений, которые сейчас уже становятся как бы котировкой в современных программах. Вот такие концерты, как «Циммерман», например, вот и так далее. То есть это сложнейшая литература, которую тоже нужно осваивать. Ну, это тоже, в принципе, очень сильно помогает тебе в будущем, потому что всеми известный «Циммерман» пользовался элементами джаза и 12-тоновой системы. То есть это все то, что приводит тебя опять-таки в оркестре. Это тот же «Малер» 12-тоновой системы или «Щенберг», или тот же «Гершвин» и «Бернстайн». То есть очень много элементов, которые, в принципе, дальше помогают по жизни. Да, это тяжело, но это стоит того, чтобы, по крайней мере, хотя бы один раз познакомиться с этим произведением лично. Да, очень интересно. А получается, до Франции вы работали в концерт Гибау? Дело в том, что не совсем так. Я начал работать в возрасте 15 лет, еще будучи учеником просто в лицее. Тогда уже переименовали нашу школу в лицее. При консерватории есть такой замечательный ансамбль классик «Авангард», что говорит название само за себя, играет классику и «Авангард». «Авангард» в основном это белорусские произведения, написанные сугубо для солистов этого оркестра, собственно говоря, ансамбля, потому что там только одна труба, один тромбон и так далее. То есть по одному инструменту это очень на солиста, так сказать, направленный ансамбль. Вот я в нем играл достаточно долгое время, пока я не уехал, а параллельно к этому я еще выиграл конкурс уже в следующем году и стал соло-трубачом в «Опере» в Большом театре в Минске. Но в этот раз уже мой педагог сказал, что это все, конечно, хорошо, но лучше я тебе советую пока этим не заниматься, потому что тебе нужно больше репертуаром, сольным именно заниматься. Я, конечно, немножко расстроился, потому что все-таки у меня был большой шанс именно параллельно со своей школой. Это я еще должен был задавать там и физику, химию, там, я не знаю, русскую литературу и все остальное. Все меты. Заниматься у педагога и работать параллельно как бы как солист и как оркестровый. Но Николай Михайлович еще немножко, это немножко рановато, поэтому я не так много играл. И именно вот этого мне не хватало. Я чувствовал, что я хочу именно овладеть именно оркестровым звучанием. И в Германию, в принципе, я тоже поехал, чтобы познакомиться с этим. И так получилось, что прямо по прибытию я приехал по приглашению в Дортмунде. Был там очень хороший педагог, такой Хельмут Ристер. Он был профессором и вторым трубачом в опере. Это оперный оркестр, который играл каждую неделю очень большие симфонические программы. Но так они назывались, это как бинафиламоника, только Дортмундафиламоника. Вот это, в принципе, везде сейчас распространено. Поэтому это было просто здорово, когда я мог играть и там, и там. И, собственно говоря, я как практикант туда поступил на вторую трубу. Но группа труб сразу увидела, что, в принципе, они могут на меня рассчитывать хорошо. И давали мне очень много играть на первой трубе. Вот. И в этот сезон, мне как раз вспомнилось 20 лет, приехал с сольными концертами Райнард Фридрихс. Я с ним познакомился там, и он пригласил меня к себе на учебу. Так как мой профессор в Дортмунде, это был его последний сезон, он уходил на пенсию. То есть ему не нужно было искать нового педагога. И так совпало, что я нашел просто себе замечательного, еще одного замечательного педагога. Вот. И я переехал из одной консерватории в другую. И до 2005 года я учился у Райнард Фридрихс, это как бы 6 лет. Вот. И параллельно с моей учебой я играл в разных, абсолютно разных оркестрах. С 2001 года я в Бельгии основался, потому что я сыграл там конкурс. Я сыграл конкурс на соло-трубу в радиооркестре в Брюсселе. Вот. А уже в 2014 году я сыграл конкурс в Париже, вот в национальном оркестре, где я сейчас нахожусь. Просто такая сказка тоже. Столько совпадений. Не хотели брать вокал. И пошел на трубу случайно. И оказался таким просто самородком. Это же вот просто как сверху проведение. И педагогам повезло. Это ведь наверняка было в духовое отделение. В то время самый лучший педагог. Наверняка. И к нему было сложно попасть. И он ведь взял, потому что услышал мебикар, который был загаданным. Ну если он уже сейчас берет, что делать? Он меня не хотел брать вообще, потому что у него не было места. И у него по нагрузке просто не получалось. У него было очень много студентов в то время в конкурсерватории. Он еще преподавал в другом колледже. И собственно говоря, по нагрузке, когда ты не просто профессор, а еще ведущий кафедры медных духовых и ударных инструментов. То есть у него было очень много других обязанностей. Что в принципе понятно. И поэтому то, что я к нему попал, это конечно большое счастье. Большое ему спасибо. Я, конечно, не трубач, но если можно, я задам несколько вопросов, касающихся. Вот в Беларуси вы учились на бейной обычной трубе помповой. Уже я так понял, что дошло дело и у вас была настоящая пистон труба или как это правильно называется, да? Что за фирма была и какой мундштук тогда был? Ну, начнем с того, что мой первый инструмент это был корнет, на котором написано было просто город Ленинград. То есть была когда-то какая-то фабрика в Ленинграде, вот, с мундштуком, который был приложен, значит, в саквояжи, к нему такой очень статистный саквояж. Да, абсолютно я не знал, что там не было названия, что это за мундштук. Второй, это был Беланд-С, немецкая, очень хорошая ученическая модель, бейная труба, немецкая, с очень большим штуком, который тоже там прикладывался. Это был один с половиной, как бы, на тот размер, но, на мой взгляд, это все-таки побольше, чем тот один с половиной, который мы привыкли к паху. Как бы, до стандарта, да, вот, потому что многие играют на нем. Потом я, конечно, попросил, чтобы для развития верхов мне как-то надо было помогать. То есть педагог сразу увидел, что мне нужно, на самом деле, другую мундштук, слишком большой на тот возраст, потому что зубы еще нужно было, чтобы они выросли окончательно. Вот, потому что я был очень маленький, в принципе, на свои 10 лет. Именно по росту вначале. Вот, поэтому мне дали сразу же семерку, 7С. Это был, как бы, такой, тоже стандартный мундштук, потому что очень многие играли, в том числе и очень много и Дакшицер советовал в свое время. В пятом, вот, то есть это такие вот вещи, как росаты цыганские напевы, например. Мне на второй год обучения, то есть я сразу мог это играть, благодаря тому, что я перешел именно на этот мундштук. То есть мне нужно было очень важно для педагога тогда, я помню, ему нужно было следить за тем, чтобы у меня одинаково в верхнем и в нижнем, ну и, соответственно, тоже в среднем регистре оставалась одинаковая ширина звучания, чтобы не был узкий звук кверху или чтобы не был какой-то там тусклый звук внизу. То есть хорошо, чтобы ноты были все поставлены, вот, но, опять-таки, это все работа на дыхании, вот, и следите, особенно в начале, что, знаете, он мне всегда говорил, если у тебя форма клубники в тот момент, когда ты смотришь на мундштук, вот если вместо мундштука ты просто дуешь на палец, это Райнольд очень часто говорит, дуй на палец, представляешь, что это мундштук. Если у тебя здесь форма клубники, которая смотрит вниз, да, то, значит, в принципе, все нормально. То есть вот это вот, исходя из этого, вот дуешь через палец, да, и вот это вот именно визуализация, как ты хочешь в воздух, куда ты его хочешь направить, и, соответственно, где ты хочешь видеть и слышать, самое главное, свой звук. Здесь у тебя возле пульта или в конце большого зала. Так вот, самое важное, чтобы его было слышно в конце большого зала тоже, и особенно на пиано. То есть здесь нужно именно работать над проекцией звука очень важно. То есть такие вот вещи, то есть это, в принципе, было каждодневно и по сей день. Особенно при смене инструментов очень важно постоянно для себя, как бы, помечать, как это звучит. Здорово. А сейчас вот в Париже вы играете больше на цейной трубе, на бейной, или как, какие там вот традиции? Я потому что знаю, что сейчас многие очень играют на цейных трубах в основном, и твиндетсы такие идут. Как вот вы сейчас? Надо сказать, что мы, в принципе, ведущий оркестр, это главный, старейший оркестр Франции. И само название говорит за себя, поэтому национальный, именно тот, который представляет Францию за рубежом. Поэтому очень, конечно, важно было для истории оркестра, для становления оркестра, работать с такими выдающимися дирижерами, как Шао Мюнш или Леонард Бенстайн, Рикардо Мути, то есть Бернард Хайтинг. Это немногие, которых я могу сейчас назвать из ряда просто великолепных дирижеров, которые, вот, Йохум тот же самый, который очень много работал. Ой. У нас тут все зависло. У нас тут все зависло.